Они уже достаточно поджарились, подсох этот самый фаршик. И поэтому теперь мы будем раскладывать сырок аккуратно на каждый бутербродик понемногу сыра. И еще минут 5-7 буквально доведем до красивой румяной корочки сыра. И все. И будет вкусняр, пинка. Рыбка уже жарится. Запахи пошли. Витя пришел. Что там, не капает? Чуть-чуть. Я вот так их отдаю. Ну так теплые. Сколько градусов? Тепло. Ну 18-19. Ого. Было 30 до того. Водичка остудила. Да. Прекрасно. Комфортно. Так хорошо. Вегер. Видишь, ветер такой надул. Такая. Сразу климат раз и... Не климата. Погода. Погода климата. Нам повезло именно, что мы не выехали вот так, где-то посреди пути. Ну, конечно, есть у нас целлофан такой трехметровый. И там, где-то накрылись, там, знаешь. Ну, все равно это ж, знаете как... Я помню, очень огорчался в школе, когда мы там идем, собираемся в поход. И все приготовлено, все там. Утром встаем, дождь. Я поделилась. Тут на один бутербродик чуть-чуть не хватало, а я поделилась. Распределила. Распределила. И все. Сейчас пойдет запах сыра плавающего. Мне очень нравится, когда плавится сыр. Жареный короб, карп. Это же вообще. Великолепно. И что, ты расстраивался, когда была непогода, да? Ну, как же. А с ним через это прошли? Сейчас я просто уже, знаете, как бы своими эмоциями уже так чуть-чуть могу отодальше. Детство, детство. Детство, огорчение такое там, боже. Мама, папа, это уж подходит, сын, ну, ну, шо вы, ну, будешь и время. А вот хочется сейчас и так. А тут же как раз неделю там ждали. И представьте, это мальчики, девочки, все прекрасно. Там, где же первые поцелуйчики-то, ну, хорошо. О-о-о. О-о-о. Все, ребятки, уже теперь закончу всю красоту, достану. И снова включусь. Да? Да. Все, мои хорошие, я закончила и приготовила нам с Витюшечкой наш праздничный ужин. Да, Витя? Так это все же прекрасно. Да. Начнем с овощей, которые с нашей дачи. И наша аджичка. Соусом полила, очищенный огурчик порезала. Такой огурчик. В общем, со шкурочкой, без шкурочки. На любителя. Это нажарила рыбки. Да, Витюшка? Короб. Короб, да? Короб. Короб. Опять-таки, наша кукуруза. Все наше, ребят. Ну, вот представляете, все наше. И вот эти вот бутербродики, которые я вам говорила. Хрустящие, ароматненькие, вкуснятненькие. Советую. Очень вкусно. Никогда не бывают жирными руки. Всегда вот в дороге это удобно. Детки это любят. И за место лучше любой колбасы нашли собственный фарш изготовления нашего. Из хорошего мяса сыр хороший хлебушек белый. Духовочка. И душа. В дороге именно после духовочки. Да, да, да. Оно не крохкое, не жирное. Съел кофейку, выпил, ты сыт, здоров и счастлив. Чего я вам желаю. Да, чего я вам желаю. Так, что, ребятки, на улице солнца нет, но дождь закончился. Все, у нас в доме уютно, тепло, вкусно пахнет. Знаете, вот, ну, кто бы сейчас зашел к нам на огонек, с нами бы посидел душевненько. Мы бы песню спели и люди были бы очарованы и околдованы. Я хочу, чтобы вы всегда по жизни были очарованы и околдованы. Все, всегда с вами Витя, Лена, погода в доме, отличное настроение, летнее, задорное, веселое, музыкальное, спортивное, мотоциклетное, путешествованное. Короче, все, все лучшие, веселушные слова, это все про нас. Подтягивайтесь к нам на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Вот почему мы любим путешествовать. Именно, если взять это так философски, да, подумать. Вот и работа в дом, монотонность, для психики очень, очень напряжно, монотонность. Вот когда я это узнал, вот бывало, я, может, уже говорил, вот песня, вот монотонность, что такое? Прекрасная песня, ну, слушаешь, нельзя, не могу наслушаться, но есть ее день в день, день в день, она надоест. А вот путешествие, это ж ты, проблемы остаются за тобой, пути путешествия, а новых еще не наступило. И вот этот период, как раз хорошо, именно разгрузка идет, именно перемена, переверни, короче, все вниз головой. Но мы же, в принципе, великоруслые дети. Детей радуют экскурсии, путешествия, шашлычки, мошлычки. Мы такие же, как и дети, нас это тоже все радует. Мужик, ну, как бы, построил дом, дом, дом построил, и возле дороги, ну, там, бар сделал. Ну, чем он привлек людей, необычным, он взял и дом сделал, перевернул дверь, ну, перемертыш получился, фундамент сверху. Все, все так сделано, что даже мебель на потолке, это, ну, людям интересно. Что-то я такое видела. Едет человек, и он, ему интересно, он, это необычное, сюда необычность привлекает. То, что все это у нас, ну, как бы, все приелось, а тут, именно, люди, фух, останавливаются, смотрят, и он привлек, сколько клиентов там, или, именно, людям заходят, им интересно, дом, дверь тормашками, ну, заходят туда, в мебель сверху, да. Все, так, что и мы так стараемся, именно, чтобы отдохнуть от повседневности, быть всегда, еду, ну, именно, монотонность, ну, сами знаете все. Именно перемены должны присутствовать. Перемен, мы ждем перемен. Это как разгрузка, ну, вот, даже компьютер или это, он глючит, перезагрузиться. Перезагрузиться, это перезагрузка, по-современному, это... Перезагрузка. Перезагрузка, и все. Все, пишите, пишите нам на канал, ставьте лайки, пока-пока, всегда с вами Витя, Лена. И пусть вам во всем везет. И пусть вам повезет. Да, да, да. Продолжение следует...